Всем привет, с вами Ванделей, и знаете, накатила тут ностальгия, и решил сделать ролик по Нэнси Дрю. Помню, были времена, когда, кроме как в Нэнси Дрю, я вообще ни во что не играл. И сегодня мы поговорим о самой первой игре серии, Secret Can't Cute, или Секреты Могут Убивать, а также о её ремейке, который вышел у нас под названием Секреты Могут Убивать Возвращение, но я по привычке буду называть её Ромастеред. И должен сказать сразу, что ремейк мне не нравится, так как он по всем позициям уступает оригиналу, ну кроме графики. Сама игра мне просто безумно нравится. Это концепция маленького городка, единственная во всей серии убийства, но было единственным, пока не вышло смертоносное устройство, но скажу честно, я не признаю эти новые игры по Нэнси Дрю. И гостиная тёти Лаизы, которая так похожа на дом Палмаров из Твинпикс. Ну это я о своём. Итак, давайте посмотрим. Так, это у нас книга Тайник с ключом? А где паспорт из оригинала? Или в этой игре Лаиза без гражданства? Ну ладно, пофиг. И про какой клизи здесь написано? В оригинале здесь была очень атмосферная и крайне загадочная повесть с названием игры. Так, а здесь у нас что? Брейди Армстронг! И журнал Глам Глам! Это всё отсылки к игре Платье для Первой Леди. И имена персонажей из Проклятия Старого Замка. Проклятия Старого Замка. О боже, какой оригинальный перевод названия игры. Что же касается этой книги, то я до сих пор не понимаю, что значит эти подсказки. Эти буквы. И это надпись про точку внизу и буквы Х. Заходим в телефон и отсылки. Нужно больше отсылок к другим играм. Выходим на карту. И вот почему я не люблю Ремастеред. Чувствуете эту тишину? А вот какая атмосферная музыка играла в оригинале. И ещё. Где аптека Вандерей? Сволочи, куда вы её убрали? Аптека Вандерей! Фух, так-то лучше. Надо подойти к этому мужику. Ну нафиг, тут автоматы. Мне нужно больше денег. А, ну ладно, пойдём к мужику. Знакомьтесь, это детектив Бич. Новый персонаж, которого не было в оригинале. Вот его моделька, вот его концепт-арт, а вот чувак, с которого её срисовали. А это что, женщина из опасности за каждым углом? Ну да, вот она висит в офисе Пауэрза. А вот она же только в другом ракурсе. Также в опасности за каждым углом. Так, берём вот эту... А что, а что за бред? В оригинале была маленькая дырочка, маленькая. А тут труба, целая труба с газом отвалилась. Её что, можно удержать половником? И утечки газа не будет, вы уверены? Ох уж эти ремейки, ребят. Чем могу помочь? О, выделены буковки с подсказками. Прямо как в первой игре. Никогда не понимал, кто оставляет эти подсказки. В оригинале это было с лонностью игры. Но, приготовьтесь, в ремейке это решили объяснить. Как будто все эти подсказки реально оставлял Джек Роджерс. Я уже вижу, как он за спиной дырел игре и раскрашивал эти буковки красный свет. Вот смотришь на этих персонажей и сразу вспоминаешь, что эту игру делали не разрабы основной серии, а создатели серии Хайден Обжект. О, отсылка к посещению театра. И к русели. Обратите внимание вот на эту доску. В файлах игры есть её второй вариант. И да, это реальные фанаты Нэнси Дрю, которые выиграли в конкурсе. А у этого чувака даже есть канал на ютюбе, вот его видос. О, монетка! Прямо на журнале с монолитом из тайной ау-руки. Привет, я Кони. Я скрываю, что занимаюсь дзюдо, и поэтому ношу этот медальон, который выиграл в соревнованиях. О, рисунки фанатов Нэнси Дрю. Где мои черепа из оригинала? Так, что это? Пицца Тони. 5-5-5-8-6-6-9. Что? Где прикольный автоответчик из оригинала? Вы просто спёрли трек из игры «Призрак Венеции». Это песню пел Гондольер. Отсылка к посещению в театре, листок из опасности за каждым углом, и даже Ида из свет-камера-загадка. Сколько можно? Хватит! Хватит отсылок! Ещё! Ещё! Довольно! Портреты из проклятия старого замка. Эти четыре шурупа типа намекают на табличку, которая висела здесь в оригинале. Вот так надо отсылать к другим играм. А не тупо вставлять книгу с хрустальными черепами. И книгу с острого страха. И тайный, тайный дневник из платья перволете. Да в оригинале была только книга о самой Нэнси Дрю, и всё, больше никаких отсылок. Так, поищем в каталоге книг. Да-да, всё это отсылки к другим играм серии. Хенрик Вандер Хьюм? Хьюм? Хенрик Вандерхун? Я Хенрик Вандерхун. Почему? Почему Хьюм? И самая странная пасхалка игры. Вот эта книга Япончик. Вводим её в каталоге, и пожалуйста, автор Марта Виндерграссен. А теперь звоним Наду Никерсону. Алло, это Марта Виндерграссен. Кто мне звонит? Эм, я звоню Наду Никерсону. Нэнси, это Над. Я просто подумал, раз ты под прикрытием, то мне нужно представиться кем-то другим. Чего? Почему он назвался именно этим именем? Или он реально написал эту книгу, но не додумался купить второй телефон для поклонников? О, снова рисунки фанатов игры. Кто-то даже Санни Джуна нарисовал. И мы наконец-то можем поиграть на этом автомате. Это единственное, что я обожаю в Ромастеред. Это ремейк аркады из игры Заколдованная карусель. Здесь мы управляем платформой мышкой. А там, то есть заколдованной карусели, мы управляли платформой стрелочками. И это был сущий ад. Это даже сложнее, чем сцелиться стрелками в кривом порте Resident L4. Поверьте мне. А вот этот второй автомат сломан. Однако в игре есть абсолютно все файлы, чтобы автомат заработал. Непонятно, почему разработчики эту аркаду вырезали. Однако они её восстановили на телефоне, начиная с 27-й или 28-й игры серии. А вот пасхальные уровни аркады. Цифра 80 как бы намекает на то, что игра выпущена к 80-летию на Тедрю. Аббревиатура игры и надпись Jack был здесь. Также в оригинале имеется очень крутое пасхальное яйцо. Если вести на телефоне 555 Jack, то есть 5253, то мы услышим пасхальный автоответчик. Но в русской версии, если набирать Jack русскими буквами, то это будет другой пасхальный телефон. 555-3334. Привет, я шкафчик Джека. И в Ромастер отработает как раз второй телефон, однако в конце мы видим первый, неприведённый. Другие пасхальные телефоны. 1204. С 80-летием, Нэнси! Желаем прожить ещё столько же! Другие телефоны. 2700. Привет, это кафе Максимум. У нас лучшие гамбургеры к югу от Апалачеколы. 3-7-8-4. Из-за серии Краш мы временно закрыты на переучёт. Извините. Это был автоответчик Аптеки Вандарей. Единственное, что от неё осталось в игре. 5-8-3-6, Куб Дзюдо. Сейчас мы не набираем новых учеников. Если вы достойны, мы сами вас найдём. 4-8-5-5. А я всё вижу! И телефон нашей подруги Бесс. 5-2-3-5-5-5. Клю, то есть подсказка. Привет, Нэнси! Надеюсь, у тебя там хорошая погода. А я сейчас, скорее всего, спасаю сестру от очередного ужасного ухажёра. Или слежу, чтобы она не стала жертвой моды. Увидимся! Автомат с пасхальным названием, которое надо читать задом наперёд. Он сюда попал прямо из оригинала. Однако вся офигительная музыка тупо заменена на треки с предыдущих игр. Да, снова отсылки. Перейдём к настоящим пасхальным яйцам. Под плакатом с идой и упоминанием Меган Гейзер, директора компании-разработчика, есть зашифрованная комбинация с названиями газировок. Нажимаем на эти названия в нужном порядке и получаем яйцо. И 80 монет на халяву. Угадайте, почему 80? Второе пасхальное яйцо мы получаем, если введём комбинацию на коробке Джека до того, как мы получили её по сюжету. Сейчас эта головоломка недоступна. Примите пасхальное яйцо в качестве утешительного приза. Вернитесь, когда выберетесь из ловушки в котельную. С любовью, Нэнси! И снова 80 монет на халяву. О, отсылка к Швестер Кранку! И книга про Дус Разефорд. Оба персонажа платили о первой леди. Обратите внимание на рубрику Миноза Смеха. В оригинале здесь можно было разобрать очень странный текст. Если вам интересно, то в описании под видео я оставлю ссылку на статью, в которой я попытался разобрать этот текст. Книга из Блэкмора. И даже книга Сани Джуны есть. Ещё один прикол с цифры 80. Именно она красуется на майке Халка. Да-да, 80 лет на антидрю, мы поняли. После того, как мы получили два пасхальных яйца, в нашем дневнике появляется загадочная надпись. Она как бы намекает, что скоро на антидрю вернётся в родной город, Ривер Хайтс. Именно там будет проходить дело. Всё это отсылает нас к игре сгоревшее алиби. Смотрите, Джек хотел отправиться на остров страха из игры «Квад сми кораблей». А Дэрил продавал чертежи Брэндона Малое? Что за бред? Смотрите, а пистолет у детектива Бича ненастоящий. Также Бич настолько топ, что мы можем назвать ему одну и ту же неправильную комбинацию три раза. Безумные стоп-кадры с детективом Бичем. Я не понимаю, откуда клетка в доме тёти Лоизы. Она что, тупо висела под потолком? Или там люк, который открывается, и клетка падает? Что за бред? И что же, на этом приколы заканчиваются. Если вы фанатный инсидрю, то пишите в комментарии, какие игры из серии вы любите. Поностальгируем. С вами был Вандерей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А, здесь мигает красная лампочка, но, наверное, нужно прочитать руководство. Я не знаю, что делать. Она мигает. Я... простите. Продолжение следует... Продолжение следует...